Я хочу поделиться таким наблюдением. Я живу и на протяжении многих лет, долгих лет, я себя ощущаю несчастливым человеком. Я стараюсь об этом думать, но периодически я все время к этому возвращаюсь. Я очень часто сама себе задаю вопрос, ну а что, что тебе не хватает для счастья? Вот они есть дети здоровые, там нахожу себе куча всего, что как бы говорит о моем счастье, но даже когда я сама себя стараюсь убедить, что у меня есть все поводы для счастья, я себя не чувствую такой. В чем могут причины причины очень много могут быть, начиная от самых банальных физиологических. Не вырабатываются гормоны серотонин, допамин и так далее и тому подобное. Гормоны счастья. Это связано как с психологическим, так и с физиологическим состоянием человеком. Вообще счастье это реальное состояние души. Невозможно быть счастливым завтра, послезавтра, через время, через год или по достижению некоторой поставленной цели или желаемого. Если ты несчастен сегодня, ты не сможешь быть счастлив через время. Счастье это некоторые капли, которые мы нарабатываем в процессе жизни и наполняем свой сосуд. Но он никогда не может быть полным по одной простой причине. По причине того, что мы с этого сосуда постоянно черпаем энергию для того, чтобы мы, как говорится, летали. Для того, чтобы у нас состояние окрыленности приподнимало. Для того, чтобы мы бархали. Поэтому, если мы по капли ежеминутно, ежесекундно ощущаем себя счастливым, то мы добавляем в этот сосуд счастье. И нас окрыляет, нас ведет. Очень основным, я бы сказал, фактором это все-таки является психологический момент. Психологический момент, от чего мы отталкиваемся. Парадоксом заключается в том, что не помогают позитивные картинки обретать счастье. Позитивные картинки могут только вызывать чувство неудовлетворенности собственной жизни. Ну, не только вернее, а часто неудовлетворенности собственной жизни. И методом сравнения себя с той очень красивой картинкой мы ощущаем свою неудовлетворенность в этой жизни. Следовательно, нет сигнала на гипофиз. Гипофиз не дает нужным органам для того, чтобы вырабатывать определенные гормоны и серотонин, допамин. Вернее, допамин может вырабатываться. Это гормон получения желаемого. От этого гормона, от допамина, кстати, зависит мотивация человека. Чуть-чуть идут немножко в сторону. То есть, если у человека вырабатывается допамин, у него есть желание что-либо достигать и к чему-либо стремиться. Если у человека не вырабатывается допамин вообще. Кстати, эти болеют, я бы сказал, люди, рожденные в сороковые-пятидесятые годы прошлого столетия. Почему? Потому что они атрофировали эту функцию. За них радовалось государство. И им разрешали радоваться в субботу-воскресенье и то под бутылку водки и под пачку сигарет. Об этом свидетельствует все фильмы. У них очень плохо вырабатывается этот гормон. Поэтому большинство людей они аутсайдеры. Им достаточно. И их ничего не толкает вперед. Если не вырабатывается допамин, следовательно, не будет вырабатываться серотонин. Серотонин это именно гормон счастья. Значит, первый фактор, я уже сказал, это психологический. Но мы должны получать, если уже такое критическое состояние, тогда я рекомендую смотреть на картинки негативного характера. Да, парадокс заключается в том, что если уже мы сравниваем себя, идем методом сравнения, то тогда уже смотрите на картинки негативного характера и задавайте себе вопрос. Что есть у меня для того, чтобы быть счастливым? И что есть у того человека, который рожден, допустим, без рук, без ног? Мы знаем многих таких, и один из ярких представителей, это Ник Вучич. Человек, рожденный без рук, без ног, но он психологически победил свое заболевание. Я стал и родил ребенка, и радуется жизни, и ездил, и стал богатым человеком. Я не уверен, кстати, если бы он был с руками и с ногами, стал бы богатым человеком и достиг бы этой высоты. А состояние негатива его зарядило настолько, что его выталкивает в позитив. То есть есть ощущение того, что я четко не хочу. Нас учат многие, вот стремись к этой красивой картинке. Человек не умеет стремиться к этой картинке. Он не знает, как это делать, никто не дает реальных инструментов. Один из методов, который четко, надежно работает, это инстинкт самосохранения. Я этого не хочу, я этого опасаюсь, мне это не надо, мы от этого отталкиваемся. И вот тогда, когда мы от этого отталкиваемся, следовательно, мы отталкиваемся от негатива, и нас выносит позитив. Когда мы начинаем тренировать это чувство, тогда, когда мы начинаем развивать это умение, у нас первое, что получается, мотив. Мотив подкрепляется чем? Допамином. То есть это гормон получения желаемого. Следовательно, будет вырабатываться следующий гормон, серотонин. Серотонин говорит, не говорит, а делает, но я не буду улыбляться, что он раздвигает клетки, и мы получаем наслаждение. Кстати, на этом принципе основаны все наркотики. К примеру, если раздвигает клетки на доли секунды, мы получаем какое-то моральное удовлетворение. Наркотик что делает? Раздвигает эти нейроны на большое количество времени. Поэтому человек получает незаслуженную порцию кайфа, порцию удовольствия. А мы не заслуженно, это искусственно созданный, это даже не гормон, а двигатель, который просто нагло раздвигает эти клетки, и мы начинаем кайфовать от жизни. Ну, не будем о наркомании. Так вот, если вы не получаете нужного заряда от позитивных каких-то вещей, да, если у вас хорошо развита сравнительная какая-то связь, хотя я рекомендую сравнивать себя только с самим собой, но вчерашним. Это хороший двигатель вперед. Почему? Потому что если мы сравниваем себя с другими, мы всегда найдем, кто лучше и кто хуже нас. Тот, кто хуже вроде бы, мы такие классные, но тут нет стимула для развития. А тот, кто лучше нас, ну, как бы может понизить нашу самооценку. Поэтому я рекомендую для себя лично сравнивать. Вчера я не знал этой темы, а сегодня я узнал. Вчера я пробежал километр, сегодня я пробежал полтора километра. Вчера я поднял штангу 70 килограмм, сегодня я жму штангу 80 килограмм. То есть, насколько я стал сильнее, насколько я стал лучше. Поэтому сравнивать лучше всегда себя с собой. Так вот, если уже настолько развита образ сравнения, тогда сравнивайте себя, не сравнивайте, а задавайте вопрос, что вам мешает быть счастливым по сравнению с собой вчерашней. Да, с собой вчерашней. Или если уже это не работает, то тогда смотрите в негативную картинку, как не парадоксально, да, и будете знать точно уже, что вам не нужно. Что вам вредит и что вас приведет не туда, куда надо. Это как, например, дети, постоянно эти какие-то трудности, какие-то проблемы, какие-то особенности с детьми. И каждый раз, когда трудно, Саруси думаю, господи, а сколько людей в этом мире мечтает иметь детей и мечтает иметь эти проблемы, которые я имею. Да и эти же негативные проблемы. Абсолютно. И эти же отрицательные. Абсолютно. И как вроде я так набираю воздуха и мне и вперед в бой дальше. В бой. В бой по-другому не могу назвать. На Донавтапе воспитывая двух пацанов, подростков, где один еще не вышел как бы из переходного, а второй входит уже в этот переходный трудный возраст, то в бой вся жизнь так маячится. Ну, с собой воспитывать двоих мужчин очень сложно. Скажу честно, я уверен, что там совершаете большое количество ошибок. Я просто в этом уверен. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно. Ибо дальше будет интересней.